говорите даже если неловко людям отчаянно нужна правда говорить даже если неловко 7 62 на 39 лучший калибр для айрки а мне вот нравится спуск на булл папах прикольно у тебя вообще-то несложная работа надо просто жать кнопку записи любой справится чего эти плачу в два раза меньше чем мужикам почему бицухи малый ты у меня только для расового разнообразия будешь борода только чтоб скрыть откровенно мелкий подбородок правда прет иди без обид но с татушками своими выглядишь ты немного про фурсеточном пошлик даже специально сказал без обид отлично блин разрушительное ранчо перевод и озвучка с вами жаб наемник у нас очередное вручение ордера имя подозреваемой дебора джейкобс она разыскивается в сорока девяти штатах за ввоз карликовых кенгуру без разрешения в штате гавайи это кстати допустимо а в остальных нет сперва постучимся обозначим присутствие полиция откройте никто не открывает значит у нас есть право ворваться елы но дома видать ее нет наверное покинула страну а это гранатомет для 40 миллиметровых гранат он же пистолет и предлагаю разобраться зачем вообще нужен пистолет гранатомет американцы еще под войну во вьетнаме разработали 40 миллиметровые гранаты с различными начинками и заодно гранатомет m79 силуэт которого наверняка знаком как минимум энтузиастам компьютерных игр m79 был как раз таки самостоятельным оружием игравшим роль персональной артиллерии отряда солдаты его очень любили и дорабатывали отпиливая лишние сантиметры от ствола и приклада получался компактный пистолет гранатомет но не прошло и десятка лет как военные чиновники решили что неплохо было бы объединить автомат или штормовую винтовку с гранатометом в результате чего родился подствольный гранатомет m203 он успел повоевать во вьетнаме наряду с внезапно устаревшим m79 но и потом участвовал в десятках специальных военных операций а то и просто воин по всей планете да и до сих пор участвует правда на гражданском рынке далеко не все хотят утяжелять основное оружие почти на полтора килограмма плюс есть мнение что стрельба с подствольника разбалтывает конструкцию винтовки поэтому появились компании да и просто левши кустарники делающие из m203 самостоятельное оружие по сути они просто изготавливают рамку с пистолетной рукояткой как у мэтта ну и иногда добавляют еще приклад и подствольный гранатомет превращается в некое подобие старого m79 и эта идея не нова кстати советские подствольники gp25 и gp30 тоже перерабатываются аналогичным образом в странах их эксплуатирующих примечательно что у военных сша так то имеется гранатомет будущего прогрессивный m320 под те же самые гранаты которые уже без всякого колхозинга можно сконфигурировать и для подствольного и для самостоятельного использования правда эту убер вафлю уже 20 лет никак не могут полноценно внедрить войска и заменить м203 к слову несмотря на либеральность оружейных законов в большинстве штатов гранатометы под 40 миллиметров ограничены на федеральном уровне то есть у мэтта или кого-то из его команды есть специальная лицензия но бывают очень похожие гранатометы под выстрелы калибра 37 миллиметров и они абсолютно легальны правда там ствол без нарезов и стрелять можно только фальшферами дымовухами в том числе с цветным дымом или каким-нибудь слезоточивым газом и свето звуковыми бабахалками пугачами 40 миллиметровые же позволяют стрелять в том числе сверх популярными для демократического разгона охрене нарушающих противопорядок граждан резиновыми спонжиковыми и другими выстрелами настоящий разрывной гранатой пальнуть тоже можно вот только ее нужно сперва найти отдать за нее баксов 500 потом отдать еще 200 долларов налога дядюшке сэму за передачу лицензии так как по закону каждая разрывная граната является отдельным оружием и требует регистрации у регулятора и только потом можно уже будет пальнуть разумеется со всеми мерами предосторожности на своей земле и предупредив экстренные службы и раз уж заговорили о ценах гранатометы в принципе доступны в рознице 40 миллиметровый пистолет стоит в районе 3000 долларов а 37 миллиметровый на тысячонку дешевле одна беда это дефицит из-за которого даже голый 37 миллиметровый гранатомет без рамки и пистолетной рукоятки может уходить за 45 тысяч долларов это при том что предприимчивые граждане в прошлом году забирали его с производства за 1300 баксов ну а сейчас он там стоит уже полторы тысячи что вполне логично все дорожает он и автомобили тоже а значит самое время для выгодной покупки было вчера хотя впрочем и сегодня тоже можете успеть особенно если сделаете это через автоспот точка ру ведь тут сразу видны все цены и скидки причем сайт абсолютно бесплатная все предложения напрямую от официальных дилеров для примера вот глядим какие цены есть на китайские кроссоверы скидки за наличные в москве достигают 100 тысяч рублей а в питере и вовсе можно найти 200 тысяч согласитесь ради такой экономии можно и в другой город съездить также для пользователей автоспот регулярно появляются уникальные акции в виде каску второго комплекта резины или доп оборудования на сумму до 200 тысяч рублей в подарок и такое тут встречается по каждой марке и модели ссылка на автоспот как обычно в описании пользуйтесь и продолжим позже постреляем но сперва начнем со штук помельче а кстати взбешен что не застал дебору так что оставлю и свою визитку а конкретнее расфигачу и весь дом для начала давайте пистолетик этот hudson h9 компания это кстати недавно развалилась пистолетик необычный как видите ось канала слова занижена сделано это для того чтобы отдача в основном приходилось по центру руки чем выше ось тем больше подброс ствола при отдаче а тут типа прямые толчки в руку вот видите тут и направляющая очень низкая ну короче компания закрыла свои двери но потом их дело продолжили дэниэл дефенс и это вот h9 от дэниэл дефенс как видите очень похожие пушки с небольшими различиями вот расположение направляющей немного другое это основное что я вижу оптоволоконы прицел еще в общем вот такой новенький дэниэл дефенс h9 пройдем эксперименты вот смотрите какая отдача у хадсоновского h9 уж поэтому они обанкротились клинышек словился ладно давайте теперь пробовать дэниэл дефенс хадсон вообще не помню чтобы раньше клинил проблем с ним вообще никаких не было в общем попробуем а магазы не взаимозаменяемых да 40-ой калибр тут хадсона обвинить в чем-то сложно неплохо а газ-то патрон другого калибра поэтому он немного и заклинил ну-ка посмотрим на девятки как он работать будет так лучше ладно теперь пробуем дэниэл дефенс надеюсь тут девятимиллиметровые я с него еще не стрелял ну в целом неплохо зарядим-ка еще магазов я смайлика настрелять пытаюсь но глаз у него поплыл странненько так что в соседней комнате стекло бьется а вот что я слышу а майки не там оказывается вообще прикольно вылетит на свинячий там мог кто угодно камера двенадцать немножко сейчас будем по стрелям с двенадцатым калибром надо нам тут все проветрить ох ну вот вынесем какие-то мелкие дырочки получились о нет походу надо в плечо упирать что я хочу сделать еще единственный магаз хочу если отойти подальше окна лучше выносить получится походу дыра что надо сейчас считаю ровно 10 метров я не мажу 20 30 метров и замерю разлет дроби разлет не особый отходим дальше вышел пробило 20 не видать отойдем пальнем а потом посмотрим и 30 10 20 метров а тут увидеть вообще непросто но от сихи примерно до сих вот такое пятно и 30 метров круть что святые спутники а ты телевизор не посмотрим кабельная поглядим кабельная поглядим а вы к трубу класс класс давай спидран стрелок готов открывай пип че там время нормальне да блин до че он клинит Будет ли урок? Да, получи, Дебора. Поветрим. Нормальный же козел был. Майки помрет не от выстрела, его пильный козел задавит. Дебри п'надоб'подместип. Туалет сломан. Я его ща починю. Да кто это там барахтается? Фиксики. Пришел черед гранатомета. Он настоящий под 40-мм гранаты. Вот у нас есть миловая граната, но в центре там сидит толстый цинковый сердечник. Тяжесть нужна, чтобы граната подальше летела. Вот пробьет ли она дом? Это нам надо. Узнать, а еще выдержит ли моя ручка? С таким обвесом я еще не стрелял. И чуть-чуть волнуюсь. Готовы? Внутрь зашла? Да, я слышал. Отдача не прям сильная. Попозже с одной руки пальну. Пошли, посмотрим внутри. Скажи, прикольно. Вот она, внешняя стена. Где свет, там значит дыра. Дальше граната пробила стеночку слева. Это значит, пока что пробиты две стены. Вот выходное. Дальше она полетела. Пробила дверь. Тут крашеный мел до сих пор виден. Вмазала в эту стену. Упала. И вот она. То есть одна, две стены, дверь. И третья стена ее остановила. Пойдем теперь снутри и наружу. Братан, вообще это не шутки. Да, отхватить даже меловой гранаты, это не шутка. Сможет ли 40-миллиметровая граната пробить холодильник? Это нам надо выяснить. И че? Нет, она застряла в двери. Блин, как так? Офигеть. Здесь холодильник крепче половины этого дома. Блин. Кто производитель? Джи. Джи, General Electric. Молодцы. Граната нафиг устойчивой двери. А ну-ка ту стену. Это оборотная сторона стены, в которую я только что пальнул. Трещина вот появилась, но граната не пробила. Это мощная стена. Но мы там, видать, в стойку попали. Попробую-ка я чуть-чуть в сторону. Вот сейчас пробили. О, вышло. И через окно вылетело на задний дворик. Думаете, смогу попасть вон в тот крохотный вентиляционный выход на крыше? Нет. Я тоже думаю, нет. Плюс оптика не пристрелена. Ты же одной рукой хотел. А, ладно. Ну ты тогда с красивого-то угла снимай. Готов? Да. Попробую попасть по этой вентиляции на крыше. Прицел я прям на глаз, вижу, что косит. Попробую выше взять. Прям яблочко. Знай наших. Далее у нас тут есть новенькая росомаха от Дезертека. МБРХ я вам показывал, МБРХ Микрона тоже. А это то же самое, только в 308. Увесистый такой бутузик. Как видите, компоновка Bullpup. Оптика однократная. Steiner DRS. Кстати, с логотипом сранчо, спасибо им. И банк оглушителя POT-762 от T-Bis Oppressors. 308. Дом этот транспортируемый, поэтому бетонной подушки под ним нету. Зато стоит он на шлакоблок у них. Че будет, если подрасстрелять шлакоблоков под домом? Сперва давайте просто по дому. Проверим автоматику. А теперь что будет с шлакоблок у них, держащими дом? О, что это? Дымок сзади. Ну что ж, стреляем по шлакоблокам и смотрим, что будет. Че-то я ничего не вижу. Пока стреляю в шлакоблоки по центру. Че-то сыплется. Перезарядим. Пыли столько, что ничего не видать. Щас дом загорится. А, один столбик мы сбили, поэтому столько пыли. Так. Вот этот уголок мы пока трогать не будем, а я займусь остальными. Колон тут много, но надо вон ту снести. Пустой. Блин, ну капец. Там блок уже полон дыр. И все еще держится. Как? Ну, походу, не нагружен он. Как снести-то его? Ладно, займусь тем, что за ним. Он упал. Че-то там кренится. Че-то там еще осталось. Что-то же его еще держит. Ну пусть пыль пока уляжется. Видать, какой-то маленький кусочек где-то остался и удерживает его. Короче, дом, считай, пари. Вот и все. Такс, весь вот этот угол обвалится, когда мы отстрелим вон ту колонну. Скорее всего. Ну-ка еще чуток. Такс, что-то у нас немного медленно получается. Наверное, нам нужна помощь чего-то с более высоким темпом стрельбы. И че это значит? Автомат, значит, настоящий. 7,62 на 39. Чуток меньше мощи. Но скорости побольше. У нас вот тут вот рычажок, удерживающий газовую трубку от вылетания, оказался не закреплен. Трубка, видать, задиралась, и мы ловили задержку. А калаш так-то стреляет всегда. Вам видно, там дыра получилась. О, и снова клин. Блин, а может, магаз виноват? Мы просто, это, нормальных магазов не захватили, а вот эти вот нашли тут. А калаш этот реально ни разу не клинил. А теперь прям не работает. Вот ставили точно хороший магазин. Посмотрим, че будет. И надо мне хорошо целиться, потому что колонна уже готова. Да как ты не падаешь? О, так вот, хорошо. Ха-ха, класс. Ого, магаз он отстрелял. Класс. Ну-ка, может, говномагазы стрелять начнут? А калаш-то намного веселее, если не клинит. Еще говномагаз? Но это же калаш, говномагаза ему пофигу. Клиин! Так, похороним-ка этот магазин вместе с этим домом. Класс! Наконец-то, целая четверть дома удерживается вот этими двумя колоннами. Дурацкий магаз. Время на тебя тратить. Три магаза вот этих у нас на стрельбище просто валялись. Но колонну он сгрыз. Класс! Значит, остались у нас две сбоку. И используем мы сейчас... Старый алюминиевый вафельный магаз. Единственный нормальный. Самое печальненькое в том, что мы хотим дом обрушить, а он, наверное, просто провиснет. На какой-нибудь сантиметрик. И этого даже заметно не будет. Это кондиционер был, я о нем что-то даже не думал. Потому что он не использовался, тут везде оконные кондеры стояли. В нем, значит, было давление, но может он не рабочий был? Я в него попал, услышал шипение, на кондер я подумать не мог, потому что он не работает, давление у него нет. И подумал, где-то там газовый баллон, значит. И сразу вырубил камеру, будто меня батя с сигаретами спалил. Так, вон, та колонна готова. Ща ее одиночными. Да как... Ты не падаешь. Блин, ну вообще не понять, как она держится, учитывая, что дом-то на нее давит. Целая четверть этого дома держится, он на той колонне. Просто стреляем ее. И сейчас, дамы и господа, мы выясним, не зря ли мы стреляли по шлакоблокуням, или будет лишь... И нифига. Ну хотя тогда мы строителям много денег сэкономим. Значит дома можно на одного шлакоблокуня ставить. И все нормой. Как? Мы его напополам перерубили, а он такой, а мне особо крепче опора-то и не нужна? Смотрите, там ничего толком нету. Обалдеть. Шлакоблоки фантастика. Физика фантастика. О, класс! И дом такой. И реально, как ты сказала, получилось. Получи дом. В общем, строители, шлакоблоков можно меньше. Беги-беги, от меня не спрячешься, сука, така. Слушай, адрес же был парквейс-122, верно? Да. А это 124. Блин. И прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Назад! Вот всё. Чё это было? Закончим, наверное, ролик. Да он реально пробил.